ЕС принял 11-й пакет санкций в отношении России. В Евросоюзе надеются, что смогут прекратить поставку к нам через третьи страны некоторых товаров и технологий, сообщает РБК. Кроме того, в черные списки добавлены новые физлица и организации. Наша съемочная группа вышла на улицы Твери, чтобы узнать, что горожане думают об ограничениях, вводимых Западом. Как вы считаете, в санкциях против России больше минусов или плюсов? Мне кажется, плюсов даже. Наша страна тогда будет больше сами начать что-то производить. И как и раньше было, допустим, я давно родилась, поэтому было у меня очень большое удивление, что у нас там чего-то нет. Больше, наверное, плюсов, чем минусов. Ну, сами хоть можешь что-нибудь делать будем. Можешь что-то строить, начнем. Вот за 30 лет ни одного завода не построили, ни одной фабрики не построили. Конечно, санкции – это минус, естественно. Мы всегда всем помогали и помогают в такое тяжелое время. Конечно, очень плохо сами поступают. Будет, естественно, к продукции развиваться больше, но все же такой железный занавес, он не всегда полезен. У людей должны быть возможности путешествовать и иметь какие-то экономические и международные свободы. Ну, и вообще, конечно, хотелось бы какой-то политической стабильности, чтобы русский человек чувствовал себя свободно в любой стране. Плюсов больше. А почему? Ну, потому что производительность страны повышается и развитие страны. Продолжение следует...